Здравствуйте, Гео Геулевич. Лето в Кисловодске, да и в целом на Кавминводах ассоциируется уже с вами непосредственно с вашей роскошной программой, которую вы привозите ежегодно в этот город-курорт. Расскажите о шоу «Пять континентов». Что необычного в этой программе, чем вы удивите снова зрителей? Спасибо большое. Я начну с того, что мне искренне приятно находиться в этом замечательном крае, в этом городе Кисловодске, потому что у меня очень много связывает с Кисловодском. В этом цилке за счет компании «Росгосцилк» с помощью дирекции цилка, администрации города организована «Аллея звезд». И первая звезда была заложена мне в этом цилке. Мне очень приятно, потому что я на самом деле очень много лет отработал в Кисловодском цилке и очень часто приезжаю сюда на гастроли совершенно с разными программами. Я еще в качестве артиста здесь работал много лет назад. Я очень рад, что в канун 50-летия Кисловодского цилка легендарный коллектив, поистине легендарный коллектив, титулованные артисты компании «Росгосцилк» приехали сегодня в этот замечательный исторический цирк. Программа «Пять континентов» — это синтез театра, мюзикла. Это совершенно необычное зрелище, это неординарный цирк, это совершенно другое зрелище. Здесь нет просто цирковых номеров. Здесь есть блоки, такие театрализованные блоки, которые имеют свою драматургию, сюжетную линию. И, конечно, как всегда в каждом моем шоу очень много количества животных. Вообще, чтобы вы понимали, сегодня мы привезли в Кисловодск 20 фор. Это состав поезда. Труппа 120 человек. Экзотические животные. Пантеры, леопарды, тигры, медведи, лигры — это помысливая тигра, аттракцион канадской бизоны, лошади. Очень много животных. Уникальные цирковые номера. Титулованные артисты, которые завоевали высшие награды на международных цирковых фестивалях. Вся музыка, если взять даже музыкальный репертуар, это абсолютно авторское произведение наших композиторов, которые мы писали. И я хочу отдельное спасибо сказать нашему потрясающему композитору, всеми любимому Алексею Горнизову, с которым мы уже работаем 15 лет, и народному артисту России Николаю Баскову, который написали потрясающую песню. И Коля спел замечательно. Николай спел эту потрясающую песню, финальный аккорд, так называемый, который сегодня прозвучал в Кисловодском цирке. И вот этот дебютный финал был сегодня в Кисловодске. Вы знаете, когда смотришь ваши программы, я смотрела все программы, которые вы привозили в Кисловодск, и, знаете, вот попадаешь в сказку, будто смотришь фильм, все так смонтировано, да, все синхронно. Скажите, вот как удается достичь вот такого результата? Вы знаете, я считаю так, что я не работаю в цирке, я живу цирком, это мой образ жизни. Я совершенно осознанно пришел много лет тому назад в цирк, маленьким мальчиком. Я очень рад, что я еще советское дитя, я работал в Союзгосцирке, в том настоящем советском цирке. Советский российский цирк был, есть и будет самым сильным, лучшим цирком в мире. У меня были прекрасные педагоги, великие артисты цирка. Мне посчастливилось, что я смог отработать на одном манеже с легендой мирового цирка с Олегом Поповым, с легендой Советского Союза, народным артистом, и с самым хорошим запашным, и великими цирковыми артистами цирка. И сегодня уже мои ученики, я им передаю вот эту школу, нашу советскую, российскую цирковую школу. И понимаете, у нас каждый номер, он совершенно филигранно отточен. Это сегодня вообще другой век, другое направление, другое поколение, в конце концов. Поэтому мы сегодня создаем абсолютно уникальные номера с сегодняшнего дня. Безусловно, за основу мы оставляем трюк, цирк, потому что в цирке без трюка быть не может. Это основа цирка, а уже оформление и подача номеров, она соответствует уже сегодняшним требованиям сегодняшнего дня. Ваш цирк – это вот красивая картинка, красивые лица, да? Скажите, вот ваш коллектив, наверное, особенный кастинг, да, вот словно конкурс красоты. Это так? Вы знаете, я просто считаю, что на манеже, так же, как и на сцене, в балете, должны быть красивые профессиональные люди с правильными линиями, как, вот, понимаете, вот элементарно воздушные гимнасты. Если у него нет линии, правильных линий, то никакого номера там не получится. Поэтому, когда мы отбираем в разные жанры артистов, мы стараемся подбирать профессиональных людей. Очень хорошая кузница кадров, с которой мы дружим, наша компания «Росгосцилка», я лично 10 лет я сижу уже в Государственной комиссии экзаменационной, это Московское странно-цилковое училище Минирумянцевых карандаша, которое выпускает уже профессиональных артистов цирка. Я уже на третьем, на четвертом курсе договариваюсь с педагогами, мы сотрудничаем тесто с училищем, и уже на выпуске к нам ребята попадают в коллектив. Также в каждом цирке, практически в каждом цирке, есть цирковые студии. В студии очень много потрясающих ребят, с которых вырастают цирковые звезды. Мы объявляем кастинг в городах, к нам приходит хореографическое училище, люди, которые имеют отношение вообще к хореографии, со спортом, мы очень дружим со спортом и любим гимнастика, акробатика, художественная гимнастика. Это для нас, пожалуйста, трамплин попасть в цирк. Люди попадают по-разному к нам в коллектив, а уже отбираем мы, конечно, тот формат определенных артистов, который нам необходим. И безусловно правильно заметили, я считаю, что цирк и любой вид искусства – это искусство молодых. Это же не просто так придумано. У нас льготная пенсия, 15-20 лет. Вот я в моих 44 года давно-давно уже пенсионер, законный пенсионер, потому что я в цирке отработал больше уже 30 лет, да, а моя пенсия была льготной, она была 15 лет. Поэтому и в балете, и в цирке это действует до сегодняшнего дня. Но безусловно артисты, которые прекрасно выглядят и могут работать, они работают гораздо больше, чем законная пенсия, до того момента, пока они могут работать на манеже и, соответственно, выглядят так, чтобы это было красиво в манеже. Вы знаете, вот говорят, цирк Дю Солей, да, крутой цирк, но я считаю, что вот ваш цирк, он необыкновенный. Его нельзя сравнить с другими цирками, не в обиду будет сказано вот вашим коллегам, да. Наверное, вот есть, не знаю, может, какой-то секрет. Вот, ну, Гейрадзе – это уже бренд, понятно, да. Может, и в этом секрет? Вы знаете, я никогда не сравниваю себя ни с цирком Дю Солей, ни с какими другими тропами. Все цирки прекрасны, и у меня нет такой практики, и вообще это не по моей природе, сравниться к кому-то или сравнивать с кем-то. Я видел Дю Солей везде, начиная с Лас-Вегаса, кончая Япония, мы работали в Японии, одновременно с нами на площадке в Токио, в Диснейленде работал цирк Дю Солей, под которого специально было построено здание, и было шоу-зет, под шоу-зет цирка Дю Солей, в Японии, в Токио было построено здание. Понимаете, мы просто белой завистью завидуем, потому что у них есть технические возможности, те, к сожалению, которых нет у нас. Но у нас есть прекрасные стационарные цирки, их очень много. У нас самая крупная компания в мире, в России, компания «Росгусцирк», где мы, веру и правда, служим уже много-много лет. У нас самый сильный цирк, российский и советский цирк. И секрет заключается только в нашей школе, в нашей профессиональной школе. Вот нет равных нашему классическому балету, также нет равных в цирке, нет равных художественной гимнастике нашим девочкам-спортсменам, нет равных гимнастам нашим, понимаете. Наши определенные виды искусства и спорта были, есть и будут самыми сильными. Ну, у нас так заведено, у нас такая школа, я очень рад и горжусь, что эти традиции мы чтим, и они продолжаются. И вот сегодня вы увидите шоу, посмотрите, вы увидите на самом деле мастеров, профессиональных мастеров, несмотря на их возраст. Они уже обладатели многих наград, эта труппа. Ребята обладатели золотого клона в Монте-Карло, в Италии Гран-при, во Франции, в Германии, в Японии, в Китае. Это титулованный коллектив, это на самом деле легендарный коллектив «Пять континентов», который существует 24 года. Когда-то я сам, будучи артистом, работал в этом коллективе. И мы приезжали с «Пяти континентами», мы сейчас даже вспоминали, когда, почти 13 лет прошло, когда здесь был коллектив «Пять континентов». За эти 13 лет, соответственно, очень много всего изменилось. Уже молодые артисты, кто-то работает с той труппой еще. И мы же никогда не останавливаемся на достигнутом. Мы всегда развиваемся, создаем новые номера, аттракционы. Мы всегда в творческом поиске, понимаете. И за столько лет, конечно, все поменялось. И то, что сегодня увидит кисловодский зритель, это абсолютно новое шоу, но это правда легендарный коллектив. Вы знаете, вот бытует такое мнение, что в фигурном катании есть Этери Тудберидзе, а вот в цирковом искусстве есть Гия Эрадзе. Вы знаете... Я ее очень люблю. Во-первых, она моя землячка, начнем с того. Она тоже из Тбилиси, потому что Тудберидзе – это грузинская фамилия. Но дело не в этом. Дело в том, что у нас прекрасные тренеры, педагоги, Винни Русманова. Ну, сейчас не буду всех перечислять, чтобы кого-то не обидеть. Поэтому в фигурном катании Этери Тудберидзе делает чудеса, так же, как и многие другие педагоги. И есть в цирки Гия Эрадзе, и есть другие режиссеры. Поэтому у каждого свое направление. У меня свое направление, свой стиль. Я его нашел много лет тому назад. И я понял, что вот эта эстетика нужна зрителям. И сегодня, когда приезжает шоу Гия Эрадзе, неважно какое, зрители, приходящие на мое шоу, они ждут меня. Меня имеется в виду вот тот образ цирка, в каком понимании у людей в ассоциации в памяти остается шоу Гия Эрадзе. Это яркий, большой, профессиональный, цирковой, карнавальный праздник. Вот в этой эстетике мы и работаем. И хочется сказать о большом карнавале в Кавалькаде, которое пройдет 18 августа в Кисловодске. Да, я очень рад, что, во-первых, у нас прекрасные отношения с руководством города, с дирекцией цирка. И у вас потрясающий мэр Евгений Иванович Морисеев, который очень трепетно относится к цирку, ко мне, и к нашему коллективу вообще лично, и к нашей компании. Поэтому мы договорились, что это войдет уже в традицию. И ежегодно, когда мы будем приезжать в Кисловодск, мы будем делать большую кавалькаду, как это раньше в старину делали, когда большое количество животных, артистов пойдут по центральным улицам города, мы пройдем к кавалькаду, мы дойдем до Нарзанных ванн, галереи, точнее, где есть площадь, и мы там дадим маленькое мини-шоу, которое мы можем показать не на площадке цирковой. И вернемся нашей караваном к кавалькадой вновь в цирк. Это будет 18 августа в 17.00. Вы знаете, много корифеев в цирковом искусстве. Я думаю, вы относитесь уже по праву к той плеяде артистов, которые делают вот такие роскошные шоу. Вы вписали уже свое имя в историю цирка. Спасибо большое. Вы знаете, мне было, на самом деле, и непривычно смотреть. Я был режиссером столетия советского цирка, московского цирка Никульна, когда мы делали 100 лет, был отечественному цирку. Я был главным режиссером. И после этого это, на самом деле, уже вошло в историю. И в мои годы чувствовать, когда меня объявляют легендой цирка, мне немножко непривычно. И даже я как-то чуть комплексую этого всего. На самом деле, прошла большая жизнь цирковая. Я всю свою жизнь, больше 30 лет, я посвятил цирку. Я абсолютно не жалею. Если я глянулся месяц назад, и когда у меня был выбор идти на эстраду с Бельком Черлибасовым, который у меня усиленно пытался пролонгировать, чтобы я ушел в эстраду, потому что мы когда-то работали вместе, я мог уйти в классический балет, потому что я танцевал в классическом балете. Я никуда не ушел. Я остался в цирке. Я не жалею об этом нисколечко. Это моя жизнь. Я считаю, что все, что суждено человеку, оно так и будет. Я очень верю в Бога и считаю, что есть судьба человека, которую совершенно невозможно изменить. Ее можно только скорректировать. Вот в моей судьбе был цирк. Он и есть. Поэтому пока я живу, пока во мне есть силы, я буду всегда творить новые цирковые шедевры. Гея Геулевич, спасибо вам огромное за это интервью.